Здравствуйте, я приветствую вас на сайте Могу писать. Меня зовут Юлия Петровна Фишман. И сегодня занятие проводит Евгений Бекмаев. Это у нас первый вебинар во многих смыслах. Во-первых, мы на сайте впервые начали готовить к заданиям олимпиадного уровня. Во-вторых, это первое занятие этого курса, который будет состоять из четырех вебинаров. И в-третьих, это первый вебинар Евгения. Евгений первый ведь вебинар вообще в жизни, да? Да, первый вебинар в жизни. Так что поддержим его. Это первый вебинар начинающего преподавателя. И несмотря на то, что он только начинает вести вебинары и вообще уроки, он уже является одним из авторов заданий различных конкурсов, в частности, русский медвежонок. Но он сейчас и себе немножко расскажет вначале, как он дошел до жизни такой и почему он готов провести такой курс. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы сегодня поговорим о лингвистических задачах вообще, о самодостаточных в частности, о том, что означает это слово, которое вообще говоря, нужно употреблять аккуратно. Поэтому лучше вообще говорить просто о лингвистических задачах, потому что самодостаточными являются не все из них. И, в частности, о задачах русского медвежонка, который сам по себе не относится к Олимпиадам. Это тоже важная терминологическая вещь, что русский медвежонок – это все-таки конкурс-игра по самоопределению организаторов, а не Олимпиада. Но те задачи, которые ложатся в его основу, они близки по духу, так сказать, к олимпиадным лингвистическим задачам. Собственно, к лингвистическим они просто по русскому языку, не как упражнения в школьном учебнике, и в каких случаях они еще и самодостаточные, потому что само вот это сочетание из трех слов «самодостаточные лингвистические задачи» оно уже воспринимается как жанр. И относится ее, вообще говоря, не к любой задаче. Может быть, даже в русском медвежонке, условно говоря, не все такие задачи, потому что это, условно говоря, сложный ведь задать. Но то, к чему, так сказать, приучает русский медвежонок, то любовью к чему он заражает, очень близко вообще к олимпиадным лингвистическим задачам вообще, которые, ну, например, в той же Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку большая часть задач именно такие. Менее известный, чем русский медвежонок, например, Тухни Романосова, который проходит примерно в сентябре, прошел вот уже в этом году. В высшей школе экономики есть олимпиады высшие пробы того же вида. И есть еще такого рода менее известные конкурсы, сайты, и ссылки я еще дам ниже. Главное, что вы должны понять, что вот эта суть лингвистичности, она немного отличается от того, что обычно происходит на уроках русского языка, а почему так мы еще поговорим ниже. Но основной разбор задач, который будет третьей частью нашего вебинара, конечно, будет строиться на основе задачи русского медвежонка. То есть, в основном, весь курс этот вебинар, в частности, один из четырех, будет построен на задачах конкурса русских медвежонок, на их специфике. Поэтому мы можем начать. Мой план занятий, кратко говорю, я уже начинала говорить о некоторых пунктах. Сначала мы разберем историю этого жанра, как он сложился, что мы называем самодостаточные лингвистические задачи в идеале, потому что, повторюсь, что русский медвежонок, так сказать, состоит из упрощенных версий такого рода задачи. Многие из них не самодостаточные, а требуют знания, скажем так, сухих узлов школьной программы, потому что он ориентирован на школьников. Основа задач, да, то есть что ложится в основу таких задач, почему они отличаются так сильно и на беглый взгляд, и при детальном рассмотрении от школьных упражнений в разные стороны. Затем разбор задач. Это мы возьмем в этом, на этом занятии мы возьмем только прошлогодние задачи, на прошлых нам, скорее всего, будут нужные задачи разных лет вплоть до 2000 года, как медвежонок существует. Может быть, мы даже будем брать для разбора задачи других конкурсов, потому что, повторюсь, они одного духа, таких мероприятий много, как по типу русский медвежонок, из которых он самый известный и самый занимательный такой, чтобы заразить любовью к русскому языку. И дальше ответы на вопросы в чате, это стандартно, если они там появятся. Да, то есть начинаем мы с истории жанра. Я повторю, что самодостаточные лингвистические задачи, вот это само сочетание из трех слов воспринимается как жанр, то есть уже сложившиеся, вот как есть, упражнения. Упражнения подразумевают какую-то композицию, порядок частей. Идет сначала изложение правила, потом идет задание, и потом дидактический материал. Допустим, изложение правил о мягком знаке после шипящих в конце усуществительных третьего склонения, когда он есть, и отсутствие мягкого знака второго склонения, когда его нет, то есть развлечения, излучив типа мяч или ложь. Потом, то есть сначала правило излагается, затем задание, вставьте, допустим, пропущенные буквы, мягкий знак, где он нужны, дидактический материал, слова на вставку. То есть вот упражнения, это тоже жанр. Это и методический прием, соответственно. Когда мы говорим, что это сложившийся жанр или методический прием, то подразумеваем, что у него есть композиция. Слышно меня? Пишут, что очень плохой звук. Плохой меня не слышно, да? В каком смысле? Так, я... Ну... Так, хорошо. Я надеюсь, что технически вам помогут. Так. Вот. Вот так же и задача. Задача появилась более 50 лет назад. Можно считать годом ее рождения, ну, в российской лингвистике, в русской лингвистике, 64-й год. Поэтому уже более 50 лет, 55 лет в следующем году будет тому, как она сложилась, ну, от точки, от той точки, в которой мы считаем, что она начала складываться. Как она складывалась? В 60-е годы было образовано отделение... Ну, вообще структурная лингвистика стала набирать престижность своего направления. Сосер в свое время написал работу, которая сегодня считается, по сути дела, стартовой для структурной лингвистики, для науки об изучении языка. И вот и было открыто отделение структурной прикладной лингвистики, которая выучила плеяду тех лингвистов, которые сегодня занимаются наукой о языке. И было в 64-м году возникла мысль о такой лингвиаде, которая бы состояла из задач, требующих применения, требующих языкового мышления и интуиции, но не требующих, собственно, знания языка. Это... То есть, чтобы... Чтобы можно было проверить собственно логическое мышление. Вот Андрей Анатольевич Зелезняк, это лингвист, который 24 декабря прошлого года, к сожалению, ушел из жизни. Это человек, который, можно сказать, всю российскую лингвистику создал. Это человек, который написал, описал полностью русское грамматическое... русское словоизменение в грамматических терминах, которое было использовано для Яндекса, когда вы... И от Яндекса, естественно, оно перешло в Google и так далее. В остальные поисковики, когда мы, допустим, набираем поисковый запрос, то мы набираем слово только в какой-то одной форме, обычно в начальной. И вот чтобы компьютер понимал, что нужно искать статьи со всеми слова формулы, то это нужно как-то машине объяснить. И вот это одно из его достижений. А самодостаточных у него... И как их у него много, в чём его заслуга, что каждое из его достижений могло бы лечиться по отдельному человеку. Оно объединено именем Андрея Анатольевича Зазняка. И вот он описал суть тех задач, которых я обосновал в своей книге. Чем они отличаются от школьных упражнений? Прежде всего тем, что они не проверяют собой знание правил, а требуют эти правила вывести самостоятельно. Это нужно, но не просто для проверки логического мышления, а просто для того, чтобы поставить, скажем так, ученика в ту позицию, в которой находится учёный. Ведь когда учёный изучает язык тот или иной, например, который не понимает ещё никто, нет готовых переводчиков, ни людей, ни книг, а его нужно, наоборот, перевести. Другие люди нуждаются в переводах, которых нет ещё ни у кого. И в этот момент, когда научная деятельность исходит из того, что никаких готовых знаний и правил, как в школьном упражнении, вообще-то нет. Их нужно получить. Вот на этом строится, в частности, самодостаточная лингвистическая задача на том, что из предложенного материала, сырого, неорганизованного и так далее, ну, где задача, то есть он искусственно подобран так, чтобы всё легко решалось, в отличие от жизни, иначе бы вообще не было. Школьник же не может повторить путь учёного целиком на примере задачи. Ну, на примере задачи имитируется, как научная деятельность вообще протекает, когда перед человеком готовых рецептов, перед заданием нет. Их нужно найти. Вот этому она и учит логическому мышлению, но всегда на языковой основе. То есть в Олимпиаде по русскому языку, по лингвистике не может быть задачи мифатических, физических, требующих литературного бэкграунда, то есть чисто лингвистичность. Альфред Наугландж Альфред Журинский вложил, так сказать, свою инициативность. Он, во-первых, предложил проводить такие Олимпиады, то есть задачи были, но не было Олимпиады и никаких конкурсов, и могли предлагать как задания на семинарах, на лекциях и так далее. Альфред Журинский предложил провести Олимпиаду, которая первая Олимпиада, которая называлась ещё по лингвистике и математике. В этом смысле русский язык ближе к математическим, чем к литературе. Литература это, условно говоря, корпус текстов, которые все имеют разную полезность, но тексты есть тексты. Математика это свод законов. И вот язык здесь ближе, в лингвистическом своём уклоне, ближе к математике. нужно понимать, что это свод строгих закономерностей, для которых тексты это всего лишь пример реализации подобных закономерностей. Ну, конечно, не два человека основали, просто здесь наиболее люди, которые инициативы и деятельность которых являются наиболее выдающейся для того, чтобы задачи и родились и сложились в том виде, в котором они существуют сегодня. Альфа Куринский, повторюсь, инициировал Олимпиаду и написал почти все задачи для Первой Олимпиады и для последующих был автором. А в Зелезнях сложил теорию с недостаточной эгоистической задачей как жанра. Вот, думаю, этого будет достаточно сказать для начала. Авторы Олимпиады здесь краткая история. Вы должны понимать, кто я такой, что я привлеченный просто автор всего лишь навсего, всю низость моего статуса, что я не член методической комиссии русского медвежонка, что я не какой-то член жюри. Я привлеченный автор. То есть, когда методическая комиссия видит, что какой-то человек умеет хорошо сочинять задачи, то у него задачи сначала принимаются просто посмотреть, потом они обсуждаются, проходят мясорубку из пристального взгляда и разного рода требований к этим задачам. Большая часть предложенного отсеивается. И вот единичные задачи, что, конечно же, для автора является большим достижением, скажем, более 10 задач у меня проходит в конкурс, для автора это много, но в масштабах всего конкурса рассматриваются сотни задач и большая часть отсеивается. То есть, когда я рассказываю об истории и о теории, нужно понимать все условно, что я в этой теме никакой не эксперт. И я говорю просто, вот я излагаю ту маленькую часть опыта, в которую я включен действительно активно. То есть, я задачи составляю, знаю, за что их принимают, за что отклоняют и могу задачу не свою и свою тоже разобрать, почему она правильная, почему в ней, почему она может попасться на конкурсы, как ее решить и так далее. Поэтому, вот историю я предлагаю очень кратко, чтобы никаких ошибок случайно не было. Это вот то, что известно в частности из книги Муравенко Елену Владимировну, что первая инициатива первой лингвиады была в 64-м году от Журинского, в 65-м ее провели в МКУ. Вот фамилии некоторых лингвистов, которые вошли в десятку за первые 30 лет. Это был сборник по итогам первых 30 лет, и вот этот список взят оттуда самых активных авторов. Последние 15 лет, это вот в частности в основном методическая комиссия русского медвежонка, и Омгин, Борис Ильянович Омгин занимается высшей пробой, Антон Сомин и Александр Петерский в частности также занимаются российской олимпиадой школьников и турниром Ломоносова. В частности вот здесь не входит в методическую комиссию кстати Евгения Борис Нохолкова, она работает в онлайн школе в Фоксфорх, тоже очень активный человек, который нужно не читать, а слушать лекции, просто ее заразительные рассказы прививают любовь к русскому языку, это нельзя обойти вниманием. Вот далее пример олимпиад, Московская традиционная международная олимпиада, по лингвистике. Вот Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку, она строго говоря, по своему названию, она не лингвистическая, не по лингвистике. Но тем не менее, если вы знаете, что там бывает по прошлым годам, потому что участвуют в школах, вы знаете, что там недостаточно лингвистические задачи вообще бывают, и они там не единичны в каждом варианте. Поэтому конечно же она олимпиаду школьников на лингвистичные задачи хорошо. Далее мероприятия летней лингвистической школы Турни Романосова, русский медвежонок, высшие пробы. Высшие пробы, по-моему, даже считаются олимпиадой. Я вот здесь на два пункта разделил, олимпиады и не олимпиады, потому что русский медвежонок Турни Романосова строго говоря, не относится себя вроде к олимпиадам, а во всяком случае русский медвежонок совершенно точно, потому что у него более игровая манера и уровень задач общедоступный, а не усложненный. А вот высшие пробы и олимпиады, ее можно перекинуть на пункт выше. А также многочисленные кружки, факультативы в Москве и где угодно в любых регионах страны открываются на тему лингвистики. Вот такое краткое обозрение можно считать достаточным. Вот пример полной задачи, то есть это то, что на медвежонке вот в таком объеме вряд ли будет, потому что на медвежонке ограничено время 75 минут на 5 задач. То есть вот это пример полноценной задачи, мы его не будем решать и даже целиком разбирать, а просто чтобы было представление, что такое олимпиадная задача в чистом виде. В русском медвежонке такая может быть на весь вариант одна и то короче. Там будет например не 6 предложений, а 3 и перевести надо будет еще одно. Или там будут только 3 словосочетания, перевести надо будет еще 2. То есть объемных задач, даже одна на вариант бывает редко. Хотя бывают объемные, не более одной на вариант, но главное, чтобы понимание о том, что это такое и как так вообще, что знания о языке не нужны, а решить задачу можно, чтобы оно было. Да, вот здесь, например, сразу бросается в глаза, что и в переводах и в оригиналах по 3 слова. Это логическое умозаключение. И так будет далеко не всегда, не в переводе с любого языка, на любой язык. Поэтому это надо отметить. Дальше можно отметить повторяющиеся слова, в частности, в трех предложениях есть собаки. В первом, четвертом и пятом. Собак, собаки и собаку. Где-то в одну... Да, где-то они отличаются падежом, где-то только числом. Вот, в частности, соседи догнали собак или тут собаку мы не видим целиком. Вот, возьмем первое и четвертое, допустим, тогда отличаются существительные, одинаковые отличаются число, отличаются падежом собак и собак и не отличаются число. Аналогичным образом в переводе тоже можно будет найти слово, у которого основная часть будет общая, значит, это корень. Конечные части будут отличаться, так как существительные не отличаются числом назначаются падежом, это соответствующие падежные указатели и так далее. Вот таким образом здесь можно будет найти, то есть, так как слова русские имеют морфемную структуру, то и слова иного языка соответственно тоже имеют морфемную структуру. Они также отличаются по монологическим категориям, по грамматическим. Они будут отличаться так же по падежам, так же по числам, так же по родам, несмотря на то, что знание алюторского языка вообще говоря неважно. Конечно, мы не можем об этом ничего, мы не можем ничего об этом сказать. Собаку, вот видите, если взять собак, собаки, собаку, то есть только в последнем случае у нас единственное число, здесь число будет одинаковое, зато первый и пятый случаи, если взять, у них падеж одинаковый, мы позвали кого, мы догнали кого, хотя отличаются числами. И вот сравнивая с соответствующими словами из первой части, мы сейчас этого делать не будем, нам не нужно ни решения, ни ответа, главное уловить эти приемы, вот эту сучку для изучения языка с нуля, для переводов языка с нуля, нужно только понимание смысла слов, понимание, что они обладают конкретными, незыблемыми грамматическими категориями, состоят из звуков, и что это во всех языках рождественно, собака во всех языках собака, просто это будет разное слово, или там число, род, падеж, во всех языках число, род, падеж, если они есть, просто их может и не быть, тогда не будет в переводах соответствующих показателей, а если они есть, то значит нужно искать какие конечные части в переводе слова меняются, какие остаются неизменными, и на основании этого логически мыслить. Вот это просто, чтобы уловить таких сложных задач, по крайней мере, более чем одна, в вариантах русского медвежонка уже, конечно, не будет. Вот, теперь переходим, то есть мы, по сути дела, говорили об самодостаточных лингвистических задачах в целом, в отрыве от конкурса. Вот сейчас мы переходим к русскому медвежонку. Русский медвежонок существует в 2000 году, определяет себя как конкурс сыгран, то есть строго терминологически это не олимпиада, что прежде всего задачи более общедоступны, они не требуют какой-то высокой успеваемости по школьному и по русскому языку, хотя и высокой успеваемости на олимпиаде, как вы знаете, не гарантирует успеха. Вот в русском медвежонке тоже проявляется достаточно ярко, что нужно лишь логическое мышление и вообще желание порешать такие задачи. Поэтому конкурс сыграний олимпиады, хотя по духу задачи олимпиадные. Они близки к тому, чтобы заразить любовью к лингвистике. Участвует в нем в том, что будет проходить каждый год в ноябре, в этом году будет проходить 15 ноября. Школьные иностранцы, в том, в чем участвуют учителя, опять же, это те же задачи, только сложнее, и они допускают использование сети. Это будет где-то в начале уже следующего года, то есть это проходит в ноябре, а условно говоря в феврале или марте после школьного конкурса. Дальше и предлагается именно школьникам и иностранцам 30 задач по 3-4-5 баллов и 75 минут без выхода во внешнем источнике. Учтые 12 задач, решать их можно, если вам, если вы хотите попасть в спортивный зачет, ну, то есть ваши результаты учитываются, там что-то присылают, какую-то бумагу, то времени дается час на эти 12 задач, потому что они сами по себе не требуют выхода в сеть принципиально, то есть там можно их все решить и не выходя в сеть, но они не запрещают пользоваться сетью. Может быть вы не знаете какое-то сложное слово, решение которого нам, ну, не принципиально, но может поспособствовать тому, чтобы решить задачу быстрее. Поэтому на сеть лучше не надеяться, но просто помнить, что она есть. Следующее это создатель школьного медвежонка Елена Владимировна Муравенко. Работает в РГГУ. Игорь Соломонов Рубанов это представляет вообще конкурс сам по себе. Муравенко Елена Владимировна это председатель медвежонки комиссии. Игорь Соломонов один из основателей тоже он представляет конкурс в Кирове. Киров это родина для школьного он там родился до того, как еще эксперты из разных стран составили собой методическую комиссию. сегодня около 10-15 человек входит это те вот кто был упомянут на слайде про 15 последних лет кто пишет задачи они же представители методической комиссии у сайта есть у конкурса есть сайт он будет ниже по слайдам поэтому пока мы от организатора можем отлиться потому что если что вернемся к ним после вебинара отрасли языкознания сейчас мы поговорим о тех разделах или отраслях языкознания которые обычно задействуются в конкурсе вообще это все то что составляет русский язык как систему то есть взаимосвязан список уровней не линейный список а вот именно структуру прежде всего фонетика с фонетики язык начинается то есть звуки речи ну важно отмечать звуки речи от букв это со времен Тредиаковского еще сам Тредиаковский например уже отличал звуки речи от букв хотя до сих пор особенно когда человек лингвистикой не занимается такое развлечение не всегда еще не всегда есть мышление а биологическое мышление вот это важно чувствовать что буква это печатный символ который мы можем закрепить за любым звуком а звук это то что мы произносим поэтому такое большое влияние фонетике удается потому что оно умение различать вообще тонкие вещи которые похожи только поверхностно это важно для логического мышления и сегодняшний наш разбор частности фонетики будет посвящен мы каждый разбор из четырех будем посвящать либо какому-то разделу либо какой-то категории задач которые завязаны на общий день вот сегодня наш разбор будет фонетическим фонологии как таковой нет ни в школьной программе ни на конкурсе но именно на фонологической основе построена вся орфография орфография это совокупность это объяснение про описание через фонологические закономерности то есть самой фонологии конечно прямом виде нет вот я жирно выделяю то что представлено в явном виде на конкурсе самой фонологии как таковой не будет но именно на фонологии опирается орфография орфографические задания в русском медвежонке бывают вот те самые классические вставьте пропущенные буквы от которых мы пытаемся уходить но орфография обычно строится на не на не на типичных случаях сами понимаете берутся какие-то случаи противоречивые особо противоречивые и тем не менее так чтобы выбор описаний был единственным то есть случаи словами в которых сталкиваются разные казалось бы объяснения но тем не менее там где решение все-таки конечное одно словообразование словообразование требует вот есть такое слово семантика сейчас мы его выберем словообразование тоже не просто каким способом образованы совершенно любые типичные слова берутся слова которые будут внешне похожими но тем не менее для того чтобы определить нужно не просто найти там приставку чтобы установить приставочный способ образования а уметь проследить вот эту закономерность действительно ли от этой приставки образовано слово или это уже или она уже срывалась с корнем или в предыдущем слове от которого она образовалась эта приставка уже была и так далее допустим если взять слово типа заморская и не вдумываясь можно сказать что раз есть приставка за и есть такое слово морская то оно так и образовано приставочным способом а нужно а нужно ведь восстановить всю хронологию что заморская не по смыслу не по ударению была бы тогда уж заморская не образована от слова морская а образована от словосочетания заморя и способ здесь суффиксальное самое обычное то есть случаи берутся такие где внешне если не вдумываться в смысл в смысл вот в ту самую семантику слово которое в школьном программе почти не употребляется а для лингвистики для наукового языка наоборот оно одно из важнейших чтобы глядя на внешний случай не подкупаться на сходство чисто случайное обломываться именно в смысл именно в то что в лингвистике называется семантика дальше семантика я и с орфографией морфемик конечно тоже связано потому что две н часто объясняются именно сложением двух морфем когда основа на н и корень на н основа на н и суффикс на н когда на стыке приставки и корни часто двойные согласные и так далее то есть не напрямую дается морфемика а именно в той части где требуется вгумываться в смысл лексика лексика тоже то есть не просто если какое-то дано слово и насказано скажите что оно означает это не тот случай когда просто незнакомое слово выбрано чисто случайно вам не дадут объяснить слово амбивалент для этого надо просто посмотреть в словарь безо всякого стыда в школах иногда лучше к такому вот у меня было чтобы знать значение определенных слов без словаря но с другой стороны слова даются которые без словаря знать нельзя или знаешь или нет вот если в медвежонке дано задание объяснить слово это значит его внешний что его значение угадывается именно логически из морфем из ударения из графического вида то есть можно соотнести корень с какими-то другими словами которые не явно однокоренные но могут иметь семантические параллели и так далее например вот в прошлом году было нужно было объяснить что означало слово есало но не в прямом виде там спрашивали что там говорилось что в русском языке есть слово которое от него произошло от слова есало то есть ничего не зная об этом слове можно его разложить на морфемы во-первых яс ал-о и тогда корень яс и вспомнить русское слово пояс но в общем-то много логических ходов мы сейчас целиком возвращаться не будем главное уловить то что спрашивается что думать надо не напрямую о том о чем спрашивается а искать то как вывести вот это конечное знание из каких-то исходных точек морфология части речи синтаксис члена предложения опять же не может быть такого чтобы об этом спросили чисто случайно либо это как-то выводится из смысла либо есть какая-то неоднозначность то есть бывают случаи которые кажутся однозначными но вот в этом в таких ситуациях всегда нужно думать что просто так бы об этом не спросили ставшие уже классическим примером примером строки из Евгения Онегина про Ленского из Германии туманной привез учености в воды которые часто привлекают вот когда можно спросить а к чему относится слово туманное первая мысль что чисто в Германии конечно из Германии туманной даже никак иначе не воспринимается но возникает вопрос почему Германия называется туманной за ней нету ничего подобного казалось бы такой ну чтобы такой эпитик был в ней вместе это не страна вулканов это не туманный Альбион как называют Англию и если вчитаться то грамматически не исключено и вообще говоря уже считаете наиболее вероятно что туманной здесь названа ученость потому просто слово туманное вот в таком необычном порядке слов сочетается он из Германии туманной привез учености плоды если прочитать это вот с такой не вполне естественной интонацией которая не совпадает с членением на стихотворные строки стихи фактически то можно услышать что туманное вот в этом двустише ученость а не Германия с другой стороны конечно можно отстаивать что с Германией тоже как-то может связано это далекая неизвестная для Онегина страна в отличие от Ленского который там был и она то есть представление Онегина о Германии конечно туманно может быть Пушкин закладывал двойной смысл Германия и туман туманная Германия и ученый Стенского в той же мере от того от того и страна туманна что она далекая неизвестная но чтобы об этом задуматься о том что это не обязательно Германия а с большей вероятностью даже ученость нужно уметь вникать в семантику предложения то есть не а вопрос если бы брать это для задачи этого в русском медвежонке не было потому что сначала открыли а потом уж сильно известно всем стало да вы правы что если учит марфемному разбору через мотивировку слабора не будет проблем со словами типа заморского права то есть русский медвежонок не панацея и в школе должны оберегать от такого ложного мышления но не всегда такое бывает статистика задач в частности показывает что случаи вот когда неверный вариант выбирается они есть то есть все-таки кто там кто-то на таких случаях все-таки ошибается и русский медвежонок скажем не лекарство от таких случаев а еще одно дополнительное средство к школьной программе потому что объясняют марфемному разбору всем всем через мотивировку его объясняют и учат но не все усваивают и чем больше будет вот таких ступеней где еще раз можно отработать это умение еще раз проверить у себя этот навык то будет хорошо так я вот перескочил с одного слайда сейчас мы вернемся ага вот я опять же продолжаю про Германию а вопрос может стоять так к какому члену к определению какого члена к определению к какому члену предложения является туманное к какому дополнению и у Германии или у учености то есть суть не в членах предложения хоть и спрашиваются члены предложения но случай выбирается такой где вряд ли все так однозначно как кажется на первый взгляд вот этим задачи также отличаются от упражнения то есть термин терминология это вся та же конечно и часть и речи члены предложения это лингвистическая база но от упражнения отличие будет такое что если случай выбран то он чем-то нетривиален необычен неоднозначен вот об этом нужно помнить чтобы очень часто и примеры такие будут у нас сегодня когда ученик выбирает ответ исходя просто из его необычности казал но не доходя до сути и ответ естественно кажется неверным это просто ложное правдоподобие фразеология тоже ну во фразеологии бывают случаи когда приводится фразеологизм который нужно ну просто очень широко распространенный и в школе фразеология как-то западает если честно и просто приводится контекст когда нужно указать значение фразеологии но чаще всего предпосылки к тому что его нужно не напрямую знать а все-таки как-то вывести они бывают то есть бывает что просто нужно знать берется фразеология который полезно взять историческое историку культурное то есть чувствение и приводится какое-то предложение где он употреблен и его просится определить дать его значение лексическое но более ценными и частыми случаями являются когда его значение просто выводится к этому мы можем обратиться когда одно занятие будет по фразеологии и этимология вот этимология это самая опасная такая область потому что нельзя просто так взять и рассудить что вот это слово произошло потому что они похожи этим этим больше всего любят заниматься разного рода лжеученые если человек этим занимается для забавы и не пишет книжки которые называют научными то он ничего страшного нет это игра слов а вот как раз таки часто любят приводить ложные этимологии как истинные вот это нужно понять задачи на этимологии они как раз учат что нельзя вот просто так взять и на основе сходства что-то предположить и считать это истиной предположить это можно но нужно доказывать а это уже нужно образование через методы сравнительно исторического языка знания так фонетика семантика вот и задачи по этимологии когда они бывают мы сегодня одну разберем на стыке этимологии фонетики то всегда нужно сходство обосновывать конечно вы решающий должен помнить что раз задача составлена то она как-то решаема то что совпадает скорее всего не случайно в жизни случайных совпадений бывает больше но заниматься этим нечего делать например можно взять слово свадьба и предположить что оно произошло от слова свадьба и это будет правда это подтверждают эти логические источники хотя согласны даже не так мы пишем по традиционной причине исторически там должно было бы быть а давайте возьмем по той же аналогии слово маска и предположим что оно произошло от слова маски же намазывают то же самое там пишется с а не з потому что можно сказать это традиция а исторически было отмазать то есть выглядит ситуация точно так же как со свадьбой но это неправда этимологически не подтверждается то есть вот этимологией можно заниматься в порядке игры но без знания сравнения исторического заказания нельзя считать свои предположения конечными истинными выводами и вот задачи часто учат тому что как вообще эти молоди выводят что вот эта гипотеза красивая но она не правдива а вот эта гипотеза она казалось бы такая же так же строится как и предыдущая но она правдивая и вот такие случаи разбираются в задачах то есть нужно помнить чтобы доказать прежде всего используется фонетика то есть нужно доказать что эти слова не просто из одинаковых букв состоят когда они похожи на что в них и звуки исторически были нужными например в слове свадьба действительно не было звука д и д мягкого нетвердого там шел ир либо лат это подтверждается письменными источниками и вот так доказывается и связано по семантике что это сватовство а маска не доказывается тем что такого вида когда бы маска в древних письменных источниках писалась бы через з и чтобы дальше там шел ир такого просто не зафиксировало значит это вымыс случае внешне похоже но без научного метода это не определится так я вижу что много времени уже затратил на доразбор ключевые понятия вот это сейчас мы закруглимся на следующих слайдах вот здесь обоснование жанра когда мы считаем задачи самодостаточные самодостаточные задачи именно таковой на что мы употребляем каждое из этих трех слов и почему нельзя их употреблять неаккуратно именно когда этот самодостаточные значительно содержит все данные условия то есть никакие по возможности конечно в русском недвижонке школьная программа требуется если там нужны подъезжие или род или число в задаче не будет идти сначала объяснение в расчете на то что это должно быть дано нет вот именно русский недвижонок отличается тем что языковая информация которая в школьную программу входит она все-таки школьнику известна причем с поправкой на то в каком он учится в классе да это дается то что падежи падежи род и число грамматические категории все что условно говоря терминологическая такая минимальная база она подразумевается что у школьника есть но бывают такие вещи которые можно знать и можно не знать вот если их можно не знать если подразумевается что не такая уж это и база и не во все учебники допустим входит и так далее то по возможности знание такой информации не бывает обязательным задачей любой термин либо объясняется либо дается в разных вариантах у нас была дискуссия на тему задачи в которой нужно было употребить либо неопределенные формы либо инфинитив и вот оказалось что в разных учебниках приводится то так то так и вот это препятствие к тому чтобы употреблять этот термин нельзя требовать знания термина раз в учебниках раз в учебниках это не база потому что дают одни учебники один термин другие другой но такого что строго чтобы был какой-то один такого нет то есть нужно либо оба термина приводить или один из них пояснять и так далее вот то есть знание той информации которая строго не едина между учебниками не относится к строго базовой может расходиться знание это не требуется в отличие от упражнения школьного учебника потому что школьные упражнения учебники строятся по самому учебнику если в учебнике что-то объясняется то это и требуется знать а задача она оторвана от учебников она под любую школьную программу рассчитана и так сказать адаптирована лингвистическая ну это мы уже говорили очень просто только язык языковые явления в основном условии очень часто кажется что задача вообще не связана по русскому языку там может быть могут спрашивать как там назывался что-нибудь период период когда не период неправильно говорю как называлось елочное украшение которое связано с названием змеи и тут казалось бы да при чем тут лингвистика не могу это знать правильный ответ это не была такая задача я говорю пример правильный ответ будет серпантин потому что можно вспомнить что змеи живут в серпентарии и вывести этот корень иными словами бывают задачи когда кажется что все что предлагается вообще-то не связано с языком вот в этом случае надо обязательно искать где здесь язык потому что такого не может быть задача была не на язык там задача типа может быть какой месяц был девятым в римском календаре оказалось бы причем здесь русский язык откуда я знаю какой девятый но это вытекает из названия ноября из латыни еще сегодня во всех языках 9 идет с этим согласным новембре то есть все объясняется именно через языковые явления даже если кажется что это не так и что задача именно задача она требует решения в отличие от упражнения в упражнении упражнении сразу требует применения сухого знания часто знаешь или не знаешь вот если ты выучил правило то дальше ты знаешь или не знаешь нет хода решения вот выучил ты там что женские существительные с мягким а мужские без мягкого меч ну ложь и дальше тебе дается ряд слов и на каждом слове ты либо знаешь либо не знаешь либо применяешь либо не применяешь. Никакого хода решения, по сути дела, нет. Задача требует решения, в ней можно выделить как математическая задача условия, что дано, и действие, порядок действий, решение и ответ. То есть задача, она именно задача. Вот это то, что нужно помнить о собственном жанре. Но связь с методикой даже не буду зачитывать, давайте пропустим. Это теория, рассчитанная на то, если меньше времени сейчас ушло. Это отличие школьного русского от олимпиады. То есть вы должны, по сути дела, помнить о том, что лингвистика в этом смысле конкурирует с филологией за то, чем на полном школьной программе. Мы часто так противопоставляем, что существует какой-то скучный школьный русский. Русский, вот, есть такая веселая, серьезная современная наука. Веселая и серьезная одновременно получается употреблять, потому что серьезная в том смысле, что этим правду занимаются ученые, а веселая тем, что это более увлекает юные умы сегодня, чем вот этот школьный русский, который такой какой-то пыльный музей. Дело в том, что вот все то, что существует в лингвистике, оно опирается на доказательность и на умение выводить логически все, что предлагается. Школьный предмет русский, он похож в большей степени, он такую гуманитарную основу имеет, нежели точную науку. Лингвистика наука более точная. А школьный русский, он часто предлагает вот ядро фундаментальных понятий. И результаты больше нацелены на развитие умения производить собственные тексты, а не какой-то проводить анализ исходных. Хотя и сам экзамен требует проводить анализ исходных и производство собственных текстов. Но вот так сложилось, что школьный русский, он в большей степени нацелен на освоение какого-то ядра, которое предлагается в готовом виде и часто без упоминания, что все это логически выводимо. Но не все, а многое. Орфография часто логически невыводима, ее надо запоминать, она традиционная. Хотя фонологические принципы есть, он не касается очень многих слов. С точки зрения коммуникации, опять же, доказательность важнее. Школа сейчас нацелена на то, чтобы было умение в речевых ситуациях себя проявлять. Нормы. Опять же, нормы в школьном русском это вот твердый столб традиций, прошлого. Что-то закреплено вот так и часто без объяснения почему. Но нормы тоже рождаются лингвистами. И когда они ими рождаются, это же происходит непроизвольно, что сел лингвист и решил вот так и сделать правильно. Чисто от того, что нужно что-то выбрать. Нормы формируются в ходе дискуссии, в ходе доказательных обсуждений. И вот хотелось бы, чтобы любая норма подавалась именно в том виде, в виде, в динамике. Почему именно так? А вот не то, что так и все. Здесь можно сравнить математику и историю. Есть вещи, которые как исторические даты. Их логически вывести нельзя. Вот просто так случилось. Вот просто так случилось, что Александр II отменил крепозное право в 1861 году. Нельзя эту дату вывести. Все, к сожалению, нужно только запоминать. Я говорю к сожалению, потому что такого вида, когда нужно просто запомнить, нельзя вывести. Это не работает. Потому что память. У многих сегодняшних школьников не может запомнить, когда что-то это вот так мертвая дата. А в математике, например, подобного нет. В математике, если есть дискриминант, его можно вывести, почему он равен кому-то, тому-то. Если есть теорема, ее можно вывести, почему она верна. И вот когда мы русский язык, приходим на русский язык, одни его учат, а другие преподают, важно понимать, что русский язык должен быть ближе к математике, где все объяснимо, нежели к истории, где вот так чисто случайно так сложилось, что можно просто запомнить, да и все. По той причине, казалось бы, преподавать же можно и так, и так. Можно объяснять, а можно сказать, вот это просто запомни, это все равно правда, ты же мне веришь. Но память так работает, запоминать какую-то информацию просто без объяснения трудно, память не работает механически. Хотя можно, да, тем больше, если много раз пересмотреть какой-то корпус слов, то ты его запомнишь. А когда ты один на что-то себе объясняешь, то ты потом, забыв, можешь это вывести по спономерности. Если забыть, допустим, то площадь трапеции равна 1, 2, там, суммы оснований, то можно начертить трапецию и вывести, она там разложится на прямоугольнике, по треугольнику. То есть суть понимания лучше обычного запоминания тем, что при понимании можно забыть и снова вывести это правило. А при запоминании можно забыть и все. А ты в беспомощном умоложении оказываешься. И вот почему так мы только что разобрали. Тут уже говорить нечего. Борьба лингвистики и филологии за то, чем будет наполнена школьная программа. Тут проблема в том, что ВОС, который сегодня, ну вот в 2017 году он был переписан, в целом относит русский язык к предметной области филологии. То есть дается такой широкий жест, сигнал власти, что русский – это филология. А научная деятельность развивается, что все-таки лингвистика более перспективна в такое направление. Здесь некоторые цитаты у ученых, особенно вот Клюнгена, я полистаю туда-сюда, не зачитывая. Просто можете посмотреть, когда скачаете. Клюнген дал такой лет пять назад после науки комментарий, его не процитировал, только ленивый. Да, что все в учебниках очень сильно плохо от того, что многое устарело и не имеет современной науки, а из генемалийшего отношения. То есть здесь близко к сердцу это понимать нельзя. Разница в том, что ученые говорят о разных науках. Клюнген говорит о лингвистике, а школьники пишут под ГОС, который говорит у нас предметную область филологии. Проблема в этом, что две науки немного конфликтуют в такой холодной войне друг с другом. Поэтому близко к сердцу, конечно, нельзя понимать, что вот учебники все ужасные. Просто разные люди борются за разное содержание этих учебников. Школьная программа стремится к тому, чтобы учебник был такой квинтэссенцией, чтобы там было, ну вот, такой отфильтрованный какой-то классический русский язык, который уже не существует в живой разговорной речи. А лингвисты занимаются русским языком, живым, в том виде, в котором он существует вообще, в принципе, в густной речи больше части, чем в письме, и так далее. Вот это все, что я, пожалуй, хотела сказать, потому что уже прошел час, и тянуть больше сертифической части нельзя. Такой подобной части, скорее всего, возможно, даже не будет в следующих вебинарах, потому что, чтобы начать этот базовый фундамент, нужно было заложить, да, и как мы вообще понимаем то, чем мы занимаемся на уроках, и чем мы занимаемся не на уроках, но с русским языком, и что это разные вообще вещи. И теперь уже можно разбирать задачи медвежонка. Сегодня будет чисто фонетика. Каждое занятие будет посвящено тому или иному разделу языка знаний или той или иной категории задач. Вот сегодня фонетика. Фонетика – это раздел языка знаний, который часто ругают чиновники за то, ну и те, кто его вообще не любят в школе, за то, что вот он не нужен, но он, потому что, во-первых, он противоположен орфографии, потому что мы говорим не так, как пишем, зачем нам нужны звуки и так далее. Фонетику очень хорошо, во-первых, нужно развивать логическое мышление, само осознание, что звуки и буквы – это разные вещи. Это важно для того, чтобы уметь различать вещи, которые поверхностно похожи, а тем не менее они отличаются. Когда мы такие вещи путаем, то это не очень хорошо, потому что мы принимаем за общее то, что является разным, и как раз таки логическое мышление направлено на то, чтобы уметь различать вещи, которые различны, а очень похожи. Вот звуки – это то, что мы, собственно, произносим. Это то, что та воздушная струя, которая, проходя через лёгкие ротовые полости, вырывается, казалось бы, это просто последовательность воздушных вдохов, ой, да, воздушных вдохов и воздушной струи, а тем не менее возникает речь. Вот важно это отличать, потому что это важно для точного копирования чужой речи, при обучении иностранцев. Такая вещь, как мягкость, вообще сложно даётся им. Важно уметь произносить правильно. Важно, что точное произношение, когда мы уже переходим в зону орфаэпия, вообще позволяет создавать престижность и непрестижность тех самых разного рода понятий. Была такая мода на твёрдое произношение «э» – англоязычное. Важно отличать просто моду, которая пройдёт, от того, что… от общепринятого повеяния речевого. То есть, когда говорили что-то типа… Мне приходилось самому слышать, когда работница музея говорила «музей». В её понимании это было, правда, престижно. С точки зрения нормы, напротив, слышится комично. То есть, есть много вещей, когда верное произношение, а чтобы сказать, чтобы дать понять, что нужно произносить в музее или музее, можно просто иметь понятие о мягкости. Что нужно произносить мягко, а не твёрдо. И что в русском языке вообще мягкость более типична, чем твёрдость. И так далее. Огнушение озвончения. Важно тоже понимать, что озвончения на конце в русских словах не бывает. Но в своё время была мода произносить имидж, блог, английские слова. Хотя, казалось бы, это даже сложно. Противоестественно для русского языка делают конечный звук звонки. И так далее. Но здесь важна не только орфаэпия. Её мы сейчас говорили. А вообще умение оперировать вот этими понятиями. Понимание того, что произносить можно мягко, твёрдо, глухо, звонко. И плюс гласные. Эта вещь уже такая. Она чисто школьная. Но её интересно тоже осознавать, что это не один звук, а два. То есть это важно для аналитического мышления. Чтобы понимать, что есть буквы, которые мы пишем, а есть то, что мы произносим. И это разные вещи. Сегодня на фонетических реалиях построены, например, голосовые помощники. Когда вы что-то произносите в микрофон голосовому помощнику, типа Алисы, то Алиса слышит единый поток. Ей надо его расчленить, ей надо понять эти звуки. А чтобы вот такую Алису создать, нужно знать фонетику. Вот для этого. То есть это имеет трагматический уклон. Я стараюсь сейчас перейти в то русло, когда говорят, а зачем это нужно для жизни. Если говорить не о примитивных бытовых каких-то навыках, где без фонетики всерьёз можно прожить, как вообще без школы, то фонетика, да, можно сказать, не нужна. Но если говорить о том, чем сегодня занимаются передовые лингвисты в стране, то фонетика – одна из важнейших вещей. Да, и ещё раз давайте обгоним, чтобы с этого слайда быстро уходить. Я думаю, что нужно сказать детям, или вот что нужно знать школьникам, если они тут тоже есть. Когда вам нужно перейти от слова к его транскрипции, вот шесть вещей, которые лучше проверить по пунктам. То есть есть, конечно, дети, которые могут просто на автомате записать транскрипцию, чтобы всё так было, не нужны были бы никакие подготовки. Ну, а если по невнимательности ошибки допускаются, то записав транскрипцию, прежде всего, проверьте мягкость. Это самое сложное. Мягкость очень часто забывается. Вот здесь я поставил буквы, буквосочетания, в которых звуки мягкие пропустить легче всего. И я объясню, почему. МЧЗН, там типа в словах «жизнь, болезнь», «песня», «кость», «ресть». Очень часто мягкость преподают так. Не очень часто. У меня, например, так было. Я не знаю, как бывает. Мягкость преподают так, что нужно посмотреть на следующую гласную букву и решить. Если там АОУЭ, то это твёрдое. Особенно в начальной школе, чтобы не заморачивать голову, такое говорится. Ну а если там Я, Ё, Ю и Е, то это согласно мягче. Да, ну то и может быть в начальной школе такое можно говорить, чтобы не заморачивать голову. Но чем старше класс, тем такое вообще лучше не говорить. Вы видите, насколько некорректно речь идёт о звуках, а говорят «ты посмотри на следующую букву». Дело же вообще не в букве. Важно понять, что сам звук мягкий. Мы его иначе произносим. Мы ставим язык в другое положение, чтобы произнести мягкий звук. Например, на имя. Да, наверное. На имя. Ассимиляция совершенно верно. То есть важно, чтобы мягкость, а не ученики, школьники, определяли не глядя на следующие буквы. И вообще не опираясь на графику слова. А представьте, что перед вами аудиозапись. Нельзя же посмотреть на следующую букву, а просто, во-первых, на слух, на имя, отличаются. А во-вторых, положение языка, предположение языка. Мы приближаем язык к верхнему нёбу сильнее, на имя. То есть это важно чувствовать именно на слух или языком. А ни в коем случае не доверять только графическому виду слова. Только смотреть на следующую букву. И вот поэтому в таких случаях там типа конец, когда явно идёт Е, или там Таня, когда явно идёт Е, мягкость определяется. А когда дальше идёт согласное, то с общей точки зрения внешних признаков мягкости нет. И можно поставить, что Н, допустим, твёрдое. На самом деле нет, конечно, слове типа кончик, или кончик, или флакончик. Н мягко, и это можно только услышать, это никак не выдаёт следующая буква. Хотя Ч всегда мягкая, но вот, допустим, в ЗН, жизнь, или там песня, следующие звуки. Да, проговаривать никто не запрещает. Нет, дело в том, знаете в чём, я понимаю, это хорошо, что логопеды так учат, но, видимо, не все учителя. Мне попадалось, когда просто говорили, что нужно смотреть на следующую букву, чтобы, когда я проговариваю, да, когда я проговариваю, то я это почувствую. Но важно, чтобы вот этот навык проговаривания был, чтобы не опора на гласную. Если это есть, то да, хорошо, об этом и речь. Но я говорю только о том, что так бывает не всегда. Иногда приучаются просто автоматом, смотря на следующую букву, и значит всё. Но вот именно, что нужно проговаривать и на слух, и на ощущение того, какое положение занимает язык, уметь ещё определять. Проговорить-то я могу, но я должен на слух определить, а какой я не мягкий, какой твёрдый. Совершенно верно, кто учит проговаривать и произносить как раз себя, так и должно быть. Сжатая в смысле... А, ну, потому что она посвящена разбору, да, то есть она же не по фонетике. Вы имеете в виду, что теоретические моменты сжатого произноса? Да, я понимаю, что вот в каждой вот этой строке... Я понял это так, что, по идее, в каждой вот этой строке, вот тут шесть строк, можно посвящить было отдельный слайд. Да, да, презентация сжатая. Это вы правы. Вот в том мероприятии, которое мы сегодня проводим, основные ценности имеют речевое сопровождение. Я в презентации каждое своё слово, конечно, не отражаю, поэтому ценность будет... Плюс будет у тех, кто посетил вебинар или кто просмотрит запись. А сама презентация, она это мало содержит из того, что говорится. Конечно, за два часа всё это не впишешь. И вот важный момент, который я хотел сказать. Вот здесь он давно не прокомментирован. Их плюс гласные часто в учебниках приводятся только для Е, Ё, Ю, Я. А вот сочетание мягкого знака СО часто не даётся. Но вы обратите в вид, что такие слова есть, и их немало. Бульон, лосьон здесь тоже произносится. И плюс гласный обижутся, хотя никакого и краткого записи нет. Всё, это последний слайд. Поэтому согласен ещё раз со Светланой Бунякиной, что я не могу всё писать в презентацию, что говорю, поэтому ценность, собственно, имеет только речевое сопровождение презентации. Это урезанный вариант происходящего. Всё, мы разберём примерно 7 задач сегодня на все классы. Задачи принципиально, кроме сложности, ничем не отличаются. То есть и во втором, третьем классе, и в десятом, и в одиннадцатом это та же фонетика. Просто разницу вы увидите, что во втором, третьем достаточно. Очень быстро можно решить. И именно за счёт того, что дети юного возраста будут делать эту дольчу, даётся такая лёгкая задача. А в старших классах обычно даются более сложные задачи, где нужно прям расписывать побольше. То есть дело просто затрачиваем в том, что нужно разное время затратить на решение этих задач. Вы понимаете, что во втором, третьем классе теория фонетики одна, а что в десятом, в одиннадцатом нельзя дать... То есть задачи по сложности отличаются не в том, что меняется теория. Теория фонетики одна. А вот то, какое время она требует на себя затратить, на каком количестве дидактического материала она замешана. Вот эта задача была в прошлом году. Пронесём слово «уш». Если мы добавим к нему звук «д» вначале, то услышим слово «душ». Какое ещё паре второе слово можно получить из первого. Добавим вначале или в конце слова один звук, не изменяя остальных. Это задача эта и все, которые будут знать на сегодняшнем занятии прошлого года. Мне говорили, что у нас может быть опрос, если я сейчас соображу, как его сделать. Сейчас я зайду. Так, да, сообразил. У нас есть опрос на пять вариантов. Можем проголосовать. Проголосуйте, какой ответ вы выбрали. Хоть это и очень легко, но мало ли, вдруг будет ошибка, и мы разберём, почему кто-то выбрал другой вариант. Без оглашения, конечно, того, кто именно его выбрал и так далее. Хотя тут ничего страшного, ошибиться. Это задача на внимательность. Внимательность может быть погрешной у любого. Но всё хорошо. Давайте я опубликую. Я вижу, что все вы знаете. Десять человек есть. Достаточно. Все ответили правильно. Так. А вот у нас здесь буквы латинские. Это вы B или V отвечали? На русском напишите. Выбирая B, латинскую B, вы выбирали B или V? Так, один D у нас. Есть V. Всё хорошо. Так. По сути дела задача на внимательность, потому что никаких здесь пробелов с вами, по крайней мере, если разбираться внимательно, у старших пластиков во всяком случае не будет, поэтому задача и дана в вашем. А мы сейчас разберём слова по отдельности. Кровь и кровь. Важно уловить эту мягкость. То есть, мена твёрдого звука на мягкий – это не новый звук. Нам нужно найти случай, где звук добавили. А мена фе на фе – это изменение звука. То есть, вот это важно тоже сказать, что звук, когда добавляется мягкость, этот звук уже считается другим просто. Фе и фе – это разные звуки. Добавления звуков нет. А вот новый звук есть. Один новый вместо одного старта. То есть, звук изменился, а не добавился. А нам надо случай, где добавился. Дальше. Зуб и зубор. Многие дети выбрали этот ответ, который у нас на русском букве «б» дан. А вот он неверный, потому что зуб «п» оглушается вот на конце. А зубор перед «р» – звук звонкий. Здесь один звук добавился, но один поменялся. «п» на «б». Поэтому это неверный ответ, а хотя по популярности он был вторым после верного. «Рок урок». Ну, этот случай очень легкий. Один звук добавился, все остальное не поменялось. «Сень» и «осень». «О» добавилось, но обратите внимание на безударность. Звук «э» станет звуком «и», потому что он перешел в безударную позицию. Да, «слив» и «слива» тоже не подходят, потому что «слив» в «э» на конце на звук «ф», «слив». Опять же, нужно именно проговаривать, строго проговаривать. Верное рассказание выше. «Ислива» здесь уже четко произносится «ф», потому что перед «а» это слышно, перед «гласно» очень четко. Таким образом, правильный ответ «В». Совершенно верно. На что мы нашли? И вот давайте проанализируем, сейчас будет статистика. Обратите внимание, что наиболее популярным был «В». Не наиболее, а вторым по популярности был «В». Вот здесь первый выделен правильный, он же самый популярный. А менее популярный, второй популярный – это «В». Это «зуб» и «зуба». То есть не обратили внимания, что перед «э» озвончается, а на конце слова оглушается. Опять же, почему такое могло произойти? Причины две. С одной стороны, на конце слова могли забыть, что оглушается. Это, понимаете, проговорить-то можно «зуба». Да, но это если вот так четко уметь прислушиваться к тому, что проговариваешь. Человек, который привык к правильному орфографическому виду слова, он произнесет, но он даже не задумывается, что он произносит «п». «Зуб», ну «зуб» и «зуб», откуда я могу даже… То есть без школьной фонетики это даже можно не задумываться об этом, что там какой-то не тот звук в отличие от буквы. А другая причина «зуба», то, о чем я уже говорил, что если учат определять твердость, мягкость последующие буквы, то, пожалуйста, после «зуба», после «б» не идет ни «о», ни «е», ни «ё», ни «ю», ни «я», ой, не идет «е», «ю», «ю», «я», то есть гласное не идет, которое свидетельствует о мягкости, а идет следующее согласное. Более часто такие случаи соответствуют, когда согласный… Ну, то есть остается тем же, что был, если он был глупким, он мог остаться глупым, а вот перед «эр» то он озвончается, перед «звонким» идет озвончение. Вот об этом речь в основном. Сейчас мы… То есть в этой задаче важно сказать, что не важно, а вот что я хотела отметить, до какой глубины важно решать задачу. Вот если посмотреть на предыдущий слайд, то я к каждому слову составил транскрипцию. Надо делать так или не надо? Сложно сказать. Само-то, странно, займет много времени. Ну, то есть каждый из вас эту задачу решил вот сегодня, например, любой из тех же классов, решит без транскрипции, просто на слух произнесет эти слова и все. Но, чтобы не ошибиться, если большой уверенности нет, транскрипции лучше составить. Другое дело, что это отнимает время. Потому что транскрипцию можно и составить тоже неправильно, можно ошибиться, потеряв время. А с другой стороны, можно проговорить и решить правильно, не тратя времени. То есть здесь нужно прослеживать по себе, что дает более эффективные результаты. запись транскрипции или прослушивание своего проговаривания. То есть транскрипции тратят время, но если они вам помогают, то лучше записаться, а не надеяться на свой слух. А повторяя из тех, что были на предыдущем слайде явлений, эта задача повторяет все из них. Есть и мягкость, и твердость, и оглушение, и гласные, и безударность один раз зачитана. Вот, восемь, семь, и так далее. То есть все это вместе совокупно нужно. Следующий давайте возьмем. Задача, которая была у четвертых и пятых классов. Есть пять карточек. Вот эта задача уже смешана с орфографией. То есть очень часто задача затрагивать два разных раздела. Здесь не чистая фонетика, здесь еще и орфография. Есть пять карточек. На одной написано «г», на белый, на условный цвет, чтобы разделить их на группы. На трех красных «о», «у», «и», «р» и на зеленый «с», «т». Сколько различных пишущихся слов сможешь составить Женя, поставив на первое место белую карточку, на последнюю зеленую, а между ними две красные карточки. Вот здесь полегче всего будет это нарисовать. Давайте попробуем. Вы можете вспомнить эту задачу, может быть, вы смотрели. Давайте попробуем опрос провести. Давайте можете выбрать какой-нибудь ответ. Здесь не страшно ошибаться, потому что нужно время для решения. Какое-то количество слов, которое бегло вам получится найти, вы отмечаете. То есть сейчас не стоит задача решить правильно. Сейчас стоит задача просто написать то количество, которое сразу вам удалось уловить. Ну, достаточно, чтобы времени идти легче. И мы сейчас попробуем, что нужно делать для этой задачи. Здесь легче сразу разбить вот эти три группы. У нас есть одна карточка со звуком Г, две на ОУР и две на СССР. И одна карточка СССР. Почему она одна с двумя? Потому что, чтобы их не разделять. То есть в других случаях разница какая, что во втором случае можно менять порядок. Во-первых, нужно выбрать две. Во-вторых, важных порядок этих двух букв. Здесь два именно друг за другом. Итак, как найти все слова? Чтобы найти все слова, прежде всего надо звуки перевести в букву. Это важно. Мы берем Г и, соответственно, только звук Г. Почему? Почему не может быть К? Потому что К вначале не даст Г. К может дать начале, если он будет стоять перед каким-нибудь звонким. Такое слово даже трудно подобрать. Как слово «где» раньше исторически писалось через К. Там, правда, и ЕР еще был. Вот если представить такое несуществующее слово «где», если бы писалось через К, то «г» его бы озвончало, да. А здесь у нас после «г» идет либо гласное, либо сонорное. Значит, «г» будет обозначаться только буквы «г», а не иначе. Это важно, потому что звук может обозначаться и другой буквой. О, У, Р тоже будут обозначаться своими буквами. Потому что О и У могут обозначаться буквами «ю» и «ю», но не после твердого звука. Если «г» у нас недавно твердый, значит «о» и «у» будут тоже буквы «о» и «у». «ю» и «у» могли бы быть только после мягкого. А «р» тоже как сонорный, он всегда «р». Вот сложнее ситуация со «сте». Здесь вариантов сильно больше. Во-первых, согласные на конце оглушаются. Значит, буквы могут быть и звонкие. Значит, может быть «сте» и «зде». Но после «с» и «з» вообще-то не нужен мягкий знак, потому что орфографически этот мягкий знак не пишется, хотя «с» и «з» в таких случаях мягкий, типа «гость» или «гвоздь». И вот мы их перечисляем, но зачеркиваем. То есть, оказываем, что мы их учли и отмели. Так, зачеркнули. И можно предположить такую комбинацию, как «зде», потому что она бы тоже оглушалась. Таких слов в русском языке нет. Вот на «зэте» есть, допустим, глагол «есть». Отлезу. Но у нас нет таких звуков перед этим, чтобы получился глагол. У нас нет глаголов типа «гость» или «гвоздь». Поэтому мы его тоже зачеркиваем. То есть, те варианты, которые невозможны, их в уме тоже желательно перебирать, потому что не перебирая, можно упустить. Вот мы их перебрали, чтобы просто отмести. И вот мы получаем, как это слово может начинаться, только на «г». А вот дальше, как оно может продолжаться? Хотя у нас и три звука, но как прийти к списку комбинаций, которые нам нужны? Дело в том, что два гласных подряд в русском языке бывают редко. И вот в приведенном случае вообще нет слов, которые бы начинались на «го-у» или «гу-о». Поэтому «го-у» и «гу-о» вообще можно. Да, буквы можно менять местами, верно? Светлана, верно. Но нам нужно выбрать все комбинации возможные. И желательно не все, а только нужные, чтобы было поменьше. Что состоящие из двух глупов. Теоретически «о-у» и «у-о» подходят. Но если мы соединим с началом, то слов, которые начинаются на «го-у» и «гу-о» в русском языке, вообще нет. Значит, можно эти комбинации не использовать, а сократить число комбинаций. Значит, мы обязательно берем «р». А вот «р» мы можем присоединить либо «у-у», либо «у-о». И тогда получится либо «ро», либо «ру». А меняя порядок буквы, мы получаем «ур» или «о». То есть мы не только получили четыре комбинации, а мы еще отмели комбинации «у-у» и «у-у». То есть нужно не просто рассматривать все, а еще и отметать. А не рассматривать так, чтобы вообще их не учитывать. Нельзя, потому что вдруг все-таки их не надо отметать, это же надо обосновывать. Вот и получилось четыре варианта начала и два варианта конца. Теперь надо искать слова, потому что если соединять их механически, можно получить восемь слов. Четырежды два, потому что восемь. Если мы все четыре присоединим сначала к одной, потом все четыре ко второй, то будет восемь, только не все эти слова существуют. А выбрать надо существующие. И из них будут существовать «горсть», «грость», «грусть» и «грусть». Четыре слова. Ровно четыре слова, которые лучше кто-то и перечислил. Да, по-моему, Никитина и Елена. Да, совершенно верно. «Грусть», 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 одинаково звучащие «горсть» и «грость». То есть что здесь было важным? Учесть, что от звука к буквам нужно сделать переход. Переход, например, и переход на конце, в частности. Предполагал, что конечные буквы могут быть и звонкими, потому что они как звуки оглушаются. Вот это важно. То есть, как вы видите, задачу также ее может и в подоклассник решить, хотя, например, нужно пятиклассник. Здесь ничего в теоретическом плане сложнее не станет. И в одиннадцатом классе, например, та же самая теория. Но времени уже нужно больше. Работать нужно уже быстрее, чтобы решить эту задачу. Так, значит, дальше. Вот статистика. Правильный ответ четыре слова. Правильный ответ был «г». Мы четыре слова получили. Посмотрите, что самый популярный ответ – это «б». То есть, многие четырехпятиклассники нашли два. И пятиклассников, которые нашли два, даже больше. А правильный ответ по популярности, по сути дела, третий. То есть, после двух слов некоторые нашли три. И только потом остальные нашли. Остальные не потом, а только на третьем месте. Те, кто нашел четыре слова. Все четыре слова. Далее. Вот задача, которая в прошлом году давалась на шестом, седьмом классе. Кстати, обратите внимание на последнюю цифру. Номер задачи, которую я написала, означает классы, которым она предлагала. Шестой, седьмой, семнадцатый год. А дальше двадцать пятая задача. Все задачи на фонетику, как правило, находятся в конце варианта. То есть, это самые многобальные задачи. Они всегда сложные. И они того стоят. Вот. Здесь вместо звонких согласных в словах, ну, произвести, нужно произвести парные глухи. Здесь легче, конечно, работать с анкрипцией, сразу заменяя. Можно и на слух. Кроме одного. Получатся новые слова. Ни с какого слова новое слово не получится. Давайте опрос можно не запускать. Если хотите, сами от себя букву напишите. А я пока начну обсуждение. Вот. Ну, здесь уже выделено. Да, давайте без опроса, потому что много времени пришлось. Да. Но многие ошиблись. И школьники не обратив внимания именно на ударение. Вот здесь я зеленым выделил обязательную часть решения. Как видите, транскрипции опять. Они не обязательны. Но если собственную внимательность подводят, если вы не доверяете своему слуху, то лучше транскрипции записать. А вообще они факультативны. Можно просто взять слово горка и устно. Звонкий только Г, потому что у ЭР нет пары, у глухой пары горка, сонорные не считаются. Такое слово есть. Док-ток. Такое слово есть. На слух сразу. Зуб-суб. Такое слово есть. Зуб-суб. Не подходит ударение. Пакет-пакет. Такое слово есть. Опять же, встает вопрос. Тот же самый, что в первой задаче. Писать транскрипции или нет? Разница в том, насколько у вас развита внимательность к своему слуху. И вот к этому ощущению мягкости и ударения, и изгонности на языке. Если вы устно своё проговаривание слышите хорошо, транскрипции не нужны. Если это подводит, лучше их писать. Потому что с ними связана экономия времени. Они время отнимают, но результат обеспечивает более гарантированное. Вот правильный ответ «Г». А самый популярный был «В». Давайте посмотрим, что там на «В». Что у нас выбрали? Зуд выбирали дети. Видимо, они сочли, что... Даже не ясно, что они сочли. Почему они выбирали? Сейчас попробуем понять. Они, возможно, заменили буквы. Да. Если в слове «зуд» поменять не звуки, а буквы, и они «д» поменяли на «т», то получилось «суд», как в транскрипции. Сейчас покажу мышкой. Вот такую запись они получили, «суд». Не четвертую, а третью. И они сочли, что такого слова не дозут, «суд». Ну, менять-то надо звуки. Звуки поменяли, а буквы, и это, конечно, иначе записывается. И вот результат, что больше всего за ответ «В». Потому что, если в слове «до», то же самое можно сделать в слове «дог». Но если в слове «дог» сделать то же самое, и поменять буквы, то здесь самый ответ совпадет, но чисто случайно, «ток». Потому что буквы вы поменяете «д» и «г» на «т» и «к». И вот ответ у вас совпадет. А вот со словом «зуд» уже нужно быть внимательнее. Статистика. Вот задача, которая тоже предлагалась. Вот здесь более сложная задача в том плане, что нет слов. Когда слов нет, их надо придумывать. То есть подбирать примеры. Потому что без слов одни звуки ничего не значат. Четыре из пяти этих звуков могут обозначаться на кресле одной и той же буквой. Найдите пятый лишь. Вот здесь, как вы видите, больше всего бросается в глаза звук «Ха». потому что у него нет звонка и пара. Ты мягкая редко где есть. В словах типа «мягкий». Вот. И он бросается в глаза. И за это его очень многие выбрали. Но задача-то стоит другая. Вот это такое явление того, что ответ, который выбивается из колеи, кажется правильным. Он не обязательно правильный. Он отличается от остальных, но спрашивается-то не про него. Поэтому здесь нужно было решать подольше, чем просто выбрать. Во-первых, когда нет вообще слов, то нужно подбирать примеры. Вот это такой универсальный совет. Подбирать примеры, когда нет слов. Потому что одни звуки, конечно, ничего не дают. Если в условии слов нет, надо вообще слово как пример с этим звуком подобрать. В, допустим, какой-нибудь волк, вор, в флаг. Я вот здесь зеленым пока отмечен минимум слов, которые нужно подобрать. Который еще недостаточен для решения. Но это первые слова, которые приходят на ум, условно говоря, на самые простые. Потому что про звук В что можно сказать? Сама буква В, и в тех случаях, когда идет озвончение, значит Ф. Ну, допустим, перед Г, как в слове Афганистан. Просто таких слов, как Афганистан, маловато. Если до этого слова не додуматься, то, может, мне не приводить этот пример. Главное, в уме держать, что озвончение это может быть. Так же, как и здесь, перед Д, Г, оно уже может оглушаться. Автор. Автор оглушения. Это звук Ф. То есть он подходит к звуку Ф. Мы же подбираем подзвуки, Елена. Вы правильно говорите. Пример к звуку Ф, например. Потому что В здесь оглушится. А, к примеру, Г тоже подобрали слово ГОТ. Но надо помнить, что Г, возможно, это озвонченное К. Какое-то слово. Таких слов тоже. Я вспомнила с Нокдауна, а знают его 6-7 классики. Требовать знаний нельзя. Поэтому голубым цветом отмечено то, что это факультативные слова. Их подобрать для пропорции можно, но не обязательно. Они ключевого решения, ключевую роль они для того, чтобы решить задачу, не играют. Требовать их нельзя. Но у нас не получается, не находится звук, который обозначался бы, не находится буква, которая была бы общая для четырех из этих пяти звуков. И опять мы упираемся в звук Х. Разве у слова Х нет же пары, казалось бы. Зачем нам его здесь привели? Разве он не всегда обозначается буквой Х? Вот это все, вот это противоречие должно нашему сознанию мешать. И точно мы вспоминаем, что дело в том, что если предположить, что правильный ответ Х, тогда В, Ф, К, Г, это те четыре звука, которые должны обозначаться какой-то одной буквой, но нет такой одной буквы, значит, Х не получается, ни букву Х, ни звук Х не получается выбрать, как правильный ответ. А значит, что-то здесь не чисто. И вот этот звук Х привлекает свое внимание тем, что в нем вроде бы он всегда обозначается звук Х, разве есть какие-то другие варианты, если у него нет звук и пары, кроме каких-то диалектных случаев типа АГА. Вот. А ведь нужно вспомнить, что в слове Бог, например, пишется буква Г, азбук Х, в словах легкость, мягкость и производных пишется Г, азбук Х. И вот частично, вот это принципиально важные слова, частично, мы уже раскрыли, что буква Г, она обозначает, она может обозначаться не только буквой звуним, она может обозначать не только звук Г, как в слове ГОТ, не только К, как пирог, а еще и Х, как в слове Бог. Здесь они выделены синим для того, чтобы эти слова важны, так же, как и зеленые, без них задачу не решить. Но достаточно любого одного такого слова. Вспомнили, хоть слово Бог, хоть слово легкость, хоть мягкость, и уже понятно, что Г, буква, может обозначать не только звуки Г и К, а еще и Х. И вот уже три звука мы нашли. Им главное, мы нашли букву, нам нужна именно Г. Какой же звук В или Ф может еще обозначать Г? Буква Г, какой из этих двух оставшихся нам какой-то нужно один набрать, отобрать, а какой-то отсеять. Вспоминаем, что в прилагательных, типа синего, красного, любого, в посленных книжах пишется Г, она обозначается В. Вот он четвертый звук, который обозначается той же буквой. И этот факт сам по себе удивительный, ради него и написана эта задача, о чем мало говоря, потому что о нем обычно не говорят в школах. Это задача, повод вообще об этом узнать. Это единственная, пожалуй, буква из согласных, по крайней мере, которая может четырьмя разными звуками быть реализована. И правильный ответ Ф. Ну, несложно догадаться, какая сейчас будет статистика по школьникам. Многие выбрали В. Около 50% выбрали В, просто откроем на звук Х. Вот здесь нужно предостерегать. То есть, если какой-то звук чисто внешний, какой-то вариант не похож на остальные, то нужно еще обосновывать. Возможно, это ложный знак. Ну, отличается и отличается, а просится найти совершенно другое. А второй, а не второй, а верный по популярности, верный, то есть не популярность, а верный от ВНБ, стал по популярности вторым, от Радона. То есть, не так далеко ушел. В прошлый раз правильный был, третьим был популярность, а вот здесь вторым. Следующая задача, которая предлагалась в 8-м и 9-м классом, и тоже почти в конце варианта 26-я, и тоже без слов, потому что здесь нужно слова подбирать, даны только звуки, и тоже один звук сильно отличается, Ж отличается от БВГД, которые идут по порядку, да еще и совпадают с номерными буквами, и тоже этот Ж, кстати, будет популярным и неправильным, и тот же эффект. Вот, какой звук русского языка не встречается перед глухими согласными звуками, но встречается после них. Здесь что нужно? Нам нужно будет подбирать слова с одной стороны, с другой стороны, когда мы подбираем слова, мы пишем их буквами, поэтому надо будет сначала говорить о глухих буквах и звонких буквах, а потом соотносить со звуками, а звуки такие же глухие звонки, или там идет оглушение и озвончение. То есть, смотрите, не встречаются перед глухими. Мы знаем про все звонки, кроме сонок, что они не встречаются перед глухими, потому что они озвончаются в следующей глухине, когда за звонком идет следующий глухой. Допустим, если бы так было, то это невозможно противоречь тому, что следующий глухой он будет озвончен, предыдущий будет озвончен. А если предыдущий будет озвончен, значит, только два звонких могут идти, казалось бы, рядом, но значит, с каким-то звуком у нас, то есть, перед глухими не встречается никакой из них. Они все будут следуя тем звонким, который идет после них, они будут озвончены, а глухим они бы были оглушены. Поэтому по критерию не встречаются перед глухими и подходят пока все. А вот встречается после них ситуация сложнее. Звонкий звук должен встречаться после глухого. Казалось бы, глухой же должен его оглушить. Как такое возможно? Надо подобрать по два примера каждому слову. Мы сейчас это сделаем. То есть, мы должны взять звук, и подобрать два слова так, чтобы после этого звука, он сначала глухой, мы не знаем, что будет в транскрипции задания, шел сначала, после него шел глухой, а потом перед ним, чтобы был глухой, и проверить, что будет происходить. Ложка, после него идет глухой, и он озвончается. То есть, не может он быть перед глухим. Изжечь, перед ним идет шел глухой и он озвончился тоже. после глухого Ж стоять не может. Ну и здесь, так как, если первый случай посмотреть, везде одно и то же идет оглушение, робкий, не может быть В перед К, потому что он оглушится, второй не может быть В перед К, потому что он оглушится, то же самое с ногтями и лодкой. Смотрим вторую половину. сжечь не может быть перед Ж глухого, потому что он озвончится, отбой. А вот с В происходит что-то удивительное. Перед буквой В действительно идет глухой, и он не озвончается. С любым другим согласным, не В, а вот представление Ж, Б, Г, Д, и здесь еще нет З, а если бы было З то же самое, происходит другое, озвончение, оглушение, а перед В глухой остается глухим. Вот что нам и требовалось по задаче, потому что если бы такого не происходило, то слово Творец не могло бы существовать, оно бы звучало как Дворец, а Дворец это другое слово, существует и то, и то. Проверим дальше, чтобы дойти до канонологического конца, отгул, время может быть после глухого, как видите, он озвончается. Сдача, Д, не может быть после глухого, как видите, он озвончается. Все, то есть вышел правильный ответ путем составления примеров каждому звуку В, звук В, который обладает единственным звуком русского языка, о чем тоже говорят в школах, который перед собой не озвончает в руки. Единственный звон, не сонорный, кроме, допустим, со звуками Р, М, Н, Л, это происходит нормально и обычно, а вот со звуками, а вот со всеми остальными звонкими, имеющими глухую пару, это происходит со всеми, кроме В. Вот такое удивительное свойство, которое открывается в процессе решения задач. Важно то, что решившие эту задачу это свойство не получили заранее, но они его открыли, решив отзывая себя, по сути дела. Вот верный ответ В, и первый популярности, по популярности предсказуемо А. Еще раз возвращаемся в смысле о том, что Ж отличается от БВГД, которые идут по порядку, то есть то, что ответ В отличается все уловили, а что вообще не об этом спрашивается, этот звук никак не подходит к тому, чтобы быть правильным, это игнорируется. Так, и следующая задача. Осталось две задачи для десяток одиннадцатых классов. Вот задача, которая не на фонетику, не на чистую фонетику, но она на этимологию, которая немыслимая без фонетики. И вот это нужно проиллюстрировать, что когда мы говорим о других языках, когда мы говорим о родстве разных слов со словами другого языка, то нельзя просто так фантазировать на тему этимологии, что от чего произошло, чему родствен надо привлекать какие-то соображения из области и фонетики, и семантики, и морфемики. В общем, чем больше разделов языкознания привлечено, тем этимология более оправдана. А мы сейчас составим языковую пропорцию, которая является таким хорошим следствием, чтобы обосновывать этимологию и доказывать их истинность. Вы видите слова об одном из них известно, что оно видоизменилось, пройдя идти к русскому через другой язык. Анализ синтез, синтетика, паралич, паралитик. Вы видите, что среди предложенных слов есть пары, которые похожи друг на друга. Не скачивайте презентацию, не знаю почему. Мы потом выложим куда-нибудь. Итак, вы видите, что образуются такие пары, как синтез, синтетика, паралич, паралитика, то есть похожие слова. Видимо, это не случайно, возможно, это не случайно. То есть мы пока не можем быть уверены, но мы можем это предположить для проверки. Хорошо. А вот слово анализ выбивается из клинии. Давайте думать, а можем мы к нему достроить какие-то подобные парные слова, как у нас сложилось с синтезом синтетикой с параличом паралитикой. Да, к анализу можно достроить, допустим, слово аналитика. И в таком случае получится три пары. Анализ аналитика, синтез синтетика, паралич, паралитик. Давайте сделаем это. У нас получится вот такая таблица. Сначала мы из пяти вариантов, смотрите наверх, из тех пяти вариантов, что у нас было, мы заметили пару синтез, синтетика, паралич, паралитик. Паралитик пока слева у меня не записан, потому что его надо будет как-то изменить. Но он тоже в эту пару входит, ему можно было бы приписать. А к анализу можно что-то такое приписать? Можно, допустим, аналитика. И даже можно построить третий ряд. Есть такие, есть, в каждом случае есть слова, образующиеся по одной морфемной модели. Аналитический, синтетический, паралитический. Но тогда, как бы мы восстановили слово паралич? Ведь если его восстанавливать, я считаю, что этот ряд, что этот ряд не случайно, а именно так эти слова и соотносятся друг с другом, не только по своей морфемной модели, по истории словообразования, то должно быть паралит, а не паралич. Если у нас есть анализ, аналитика, аналитический, если у нас есть синтез, синтетика, синтетический, то у нас должен быть паралит, получается, паралитик, паралитический. Соответственно, вернемся к тому, о чем у нас спрашивают. все эти слова во-вторых, но одно из них несколько видоизменилось, пройдя на пути к русскому через другой язык. Если считать, что, во-первых, задача не написана случайно, если она, это тоже нужно помнить, что если составили, она решается, это не наша фантазия. Материал дидактический подобран, то есть сами варианты подобран тем, кто составлял задачу, не случайно, значит, вот то, что у нас выпало, требует своего объяснения, и условиями задачи как раз объясняются. Значит, действительно, паралич как-то должен объясняться, чем-то должно объясняться, что произносится паралич, а не паралис. Ну, если наводить исторические справки, которые с большей достоверностью говорят о том, что произошло с этим словом, то действительно оно заимствовано из греческого через польский, где оно звучало как паралич, то есть даже не з, а ж. Ну, и в частности, вот если строить уже не зная польского в русском языке на основании тех слов, которые у нас существуют в современном виде, пропорцию, которую мы построили, то мы видим, что слово паралич должно быть каким-то другим, но ни с чем. Вот так решается. Обратите внимание на этот способ решения. У нас было всего пять слов. То есть, несмотря на то, что все эти слова были в вариантах, они не были в задаче, но и варианты, обратите внимание, неправильные ответы, они играют роль не только иногда и может быть часто, они играют роль не только неправильных ответов, они играют роль материала тех слов, на которых можно построить пропорции, чтобы параллельно решить всю задачу. То есть, это не то, что необычные, а ошибочные слова случайно подобранные, а это то, что позволяет выстроить пропорцию целиком для решения всей задачи. Вот это важно, и этой задачей красиво продемонстрировано. правильный ответ здесь «Г», а второй по популярности «В», а что там было «В», давайте посмотрим на предыдущий слайд. Синтетику зачем-то выбирали, возможно, что это единственное слово такое наиболее общеупотребимое в современной жизни, так называют искусственные ткани, синтетика, анализ, синтез, паралитик, паралитика, все-таки из большей степени научной терминологии. Хотя паралитик в жизни такое неприятное слово. Зачем-то выбирали в общем синтетику. Видимо, синтетику соотнесли с синтезом и учли разницу, но ведь так же и паралитика может соотнести со словом паралитик. В общем, неясно почему. Но вот зачем-то выбирали синтетику. И последняя задача на сегодня очень легкая, что, впрочем, не отразило. У Кати отразилось, да, на нее очень многие решили, но не все. Своё 26-е место она отработала. Задача не легкая, а как сложная заняла свое место, но она брала больший процент, чем обычно набирают фонетические задачи. Сколько фамилии Пушкин, звуков от тех, Последняя. И сейчас мы ее разберем, ответы потом все в презентации увидите. Сколько фамилии Пушкин звуков, которые нет фамилии Шукшин? То есть звуки, буквы, как вы видите, одинаковые почти все, кроме одной. П, а тут 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, от тех, кто посетил, которые пишут мне в чай. И вот нужно, а нужно смотреть не на буквы, а на звуки. Сколько фамилий Пушкин звуков, которых нет фамилии Шукшин? Так, давайте считать. Здесь просто можно составить транскрипции, да и все. Пушкин и Шукшин. Что важно? Важно не забыть про мягкость Шукшин, да и все. А в Шукшине важно не забыть про твердость Ша, да и все. Казалось бы, всего два момента, но у нас же нет 100% решаемости. Вот ты на эту задачу смотришь легче легкого, какой 10-11 класс? А ведь не решают же, видите, как сложно все с лаэтикой, и непонятно почему. Теперь давайте сравним. Транскрипты мы составили в слове Шукшин нет звука П, во-первых. В слове Шукшин нет звука К, мягкого. Вот это очень важно. Твердые, мягкие звуки это разные звуки. К и К это разные звуки. Вот на этом, видимо, многие попались. Даже если мягкость обозначаете, надо учитывать, что это и звуки считаются разные. А, наверное, кто-то считает, что они одинаковые. И гласные здесь и здесь и таким образом три звука есть в слове Пушкин, которых нет в слове Шукшин три. Давайте посмотрим на статистику. А по статистике три выбрали не большинство. Большинство выбрало один, это Б, второй по популярности В, и только третий по популярности правильный ответ. Вы видите, даже не второй, а третий по популярности стал верный ответ. Хотя смотришь на задачу и думали, что ну, это так легко, это же элементарно. Так, вот такая вещь. Ну, и бонусом я вам предлагаю списки, которые мне самому полезны. Я их сделал для этой презентации, то есть для этой презентации они существовали не в таком виде, чтобы их можно было копировать. Их надо было там из PDF переводить в текст, а ради себя мне было лень. А вот пригодилось до презентации я это сделал. Вот список Муравенко, где можно найти либо сами задачи, либо теорию, историю задач. Это список Холдова, Евгения Борисовна упоминаемый, упоминавшийся мной вначале, каким ресурсом пользуется она. Это не сами задачи, не о задачах, но это о современной лингвистике в занимательном виде. Я думаю, вы сами знаете и про Акзамас, и про постнауху, мокрин все, чем сегодня живет популяризация лингвистики. И список Змановского, это очень преподаватель Фоксфорда, который еще четверокурсный, кстати. Это списки, где можно найти сами олимпиадные задачи, только задачи. Можете перейти на сам Фоксфорд, но это классный курс. А вот этот список я его в порядке цитирования, взял из презентации Змановского. Он очень полезный. На сегодня все. Благодарю всех, кто пришел, всех, кто посетил наши мероприятия. До следующего занятия. Я рад всех был вас сегодня видеть, не видеть, а читать ваши отзывы, ваши благодарности, отвечать на ваши вопросы. До свидания. До следующего вебинара. Спасибо за благодарность, которая еще продолжается. Я тоже был рад с вами встретиться. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова